Всем респект, братва! С вами Мародёр 120 Гигабайт, и сегодня я хочу обсудить с вами одну из самых ожидаемых игр этого года. Речь, конечно же, про новое IP от Bethesda Studios под названием Starfield. Мне хотелось бы порассуждать с вами на тему того, чего нам ждать от этой игры и почему не стоит раскатывать сильно губу. Не так давно прошли довольно унылые игровые презентации, которые разочаровали отсутствием громких релизов и малым количеством игр, которые мы действительно ждём. Однако, мало кто будет спорить с тем, что большая презентация Starfield была одним из самых интересных моментов всех этих презентаций. И в этом ничего удивительного, это первая новая вселенная от Bethesda за 25 лет. Игра должна была выйти в релиз в прошлом году, но её перенесли почти на год. Сейчас же релиз запланирован на 6 сентября этого года. Будем надеяться, что переносов больше не будет. Проект долго был окружён орёлом тайны, но вот там, очень подробно и много рассказали и показали, что же из себя представляет эта игра. И у многих просто челюсти поотваливались, все орут, вопят, все в восторге. И вся эта ситуация вокруг Starfield немножко мне напоминает ситуацию вокруг Cyberpunk 2077 перед его выходом в 2020 году. Те же переносы, те же высокие ожидания. Поэтому давайте-ка немного, так сказать, охолодим траханье и обсудим, что действительно нас может ждать. Но перед этим, как всегда и по классике, я попрошу вас подписаться, конечно же, на мой твич-канал и на мой телеграм-канал. На твиче регулярные стримы проходят на телеграм-канале всякие новости я поищу, да, даже музычку интересную тоже иногда кидаю. В общем, чтобы быть на связи, подписывайтесь туда. Ну и, естественно, если вы на этот канал не подписаны на ютубе, тоже подписывайтесь. Лайкайте, пожалуйста, поставьте, если вам видео понравится. Ну и призываю всех к активной дискуссии в комментариях. Это все-таки видео такое рассуждение на тему. Мне хочется ваши мысли узнать по поводу Starfield, поэтому пишите их в комменты, я все читаю всегда. Итак, начать хотелось бы с перехайпленности игры. Вообще, конечно же, игру от Bethesda сложно перехайпить, ведь это, опять же, новая вселенная от создателей Elder Scrolls. Fallout я тут особо упоминать не буду, потому что не считаю его созданием прям Bethesda. Все же первые две игры были разработаны компанией Interplay, а сама Bethesda просто выкупала права и сделала из вселенной Fallout те же свитки, только с пушками. Однако никто не будет спорить с тем, что вселенная Elder Scrolls является одной из самых значимых и любимых вселенных в истории видеоигр. Я сам являюсь ее огромным фанатом, если что, я купил Скорим уже 4 раза, да, каюсь, тот Говард здесь меня победил. Плюс с удовольствием гоняю в Тесс Онлайн в свободное время. И вот, Bethesda создает что-то новое, ну как тут не хайпить, как не ждать эту игру с нетерпением? А я вам отвечу так, ждать с нетерпением можно, но разум должен оставаться холодным. А то у людей реально едет крыша, то ли в шутку, то ли, не дай бог, серьезно, люди создают петиции, чтобы сделать Starfield эксклюзивом для PS5, что очень забавно, учитывая, что майки так-то несколько лет назад Bethesda выкупили, и эксклюзивность Starfield для Xbox была более чем ожидаема. У многих сонебоев, тем не менее, горит, что игра не выйдет на их любимой платформе, и они пишут гневные комментарии, или плачут дома, завернувшись в одеялко. Впрочем, их можно понять, конечно же. И я плачу, вместе с тем умираю. Но кроме всего этого Forbes, вдумайтесь, Forbes, блять, пишет, что это первый эксклюзив, который заденет фанатов PlayStation 5, что вот он спустя столько лет выходит, и сонебои будут очень страдать. Вы чувствуете уровень хайпа? И, с одной стороны, такой хайп идет, конечно же, на пользу игре, потому что, ну, растут предзаказы, и появляется интерес к игре у людей, которые просто даже ни в одну, может быть, игру Bethesda не играли никогда в жизни. Но вместе с этим растут и ожидания, а завышенные ожидания, между прочим, ведут к разочарованиям. Все мы с вами помним ситуацию вокруг Cyberpunk 2077, игра была гиперперехайплена, от нее ожидали революцию, а в итоге мы получили просто хорошую игру от CD Projekt Red, которая еще и была сломана на старте, и вот они уже третий год ее допиливают. Я, на самом деле, в то время встал на защиту Киберпанка. Я пытался объяснить людям, что, ну, не стоит верить маркетингу на все 100%, что отбросите вы свои ожидания и просто поиграйте в игру, она же хорошая. Кто-то меня понял, поддержал, кто-то обосрал в комментариях, в принципе, тут ничего нового. И вот сейчас ситуация повторяется, и многие скажут, ну, вот смотри, Артем, они же показали огромный кусок геймплея, подробно рассказали про игру и ее возможности. Ну, неужели они врут про все вот это? А я скажу, вы не забывайте, что Тодд Говард — это великий мастер сладких речей. Я сразу говорю, я не говорю, что игра точно будет говно, что Тодд все нафрал. Я сам ее очень жду. Но всегда держите в голове, что это игра от Бефезды, и у руля стоит Тодд Говард. Я лично люблю Тодда, он очень харизматичный и отлично презентует свои игры, но я не идиот, чтобы верить всему, что он скажет. И вы не будьте идиотами, ведь презентация Бефезды — это отлично срежиссированная реклама игры. Чистый маркетинг, не более. Ну а теперь давайте поподробнее разберем некоторые моменты игры и попытаемся холодно на них взглянуть. И первое, о чем я хотел поговорить, это вот эти вот тысячи планет, которые можно посещать. Ну, кто об этом не мечтает? Огромный космос, куча планет, на каждую можно приземлиться. Одни скажут, ну вот, есть же No Man's Sky, но великие ожидаторы возразят. Да это No Name Sky, кому он нужен? Это инди какой-то, а вот тут настоящие мастодонты делают игру. Великая Бефезда, под крылом майков, с большим бюджетом, тут уж точно все будет на высоком уровне. Охладите траханье, друзья. Во-первых, тот город сам как бы намекает, говорит, что только 10% от всех планет будут обитаемыми. Передвигаться по планетам на транспорте будет нельзя, только ножки и джетпак. Большинство планет — это процедурная генерация, а все мы с вами знаем, что процедурность с генерированной планетой чаще всего максимально безжизненная. То есть на выходе мы будем иметь огромные пустые планеты, которые, скорее всего, будут нужны просто, чтобы фармить ресурсики. И даже обитаемые планеты вне городов, скорее всего, будут пустыми. А основная жизнь будет как раз на вручную сделанных космических станциях и в городах. То есть, по сути, мы будем просто с вами перемещаться между точками интереса, там, городами, станциями, населенными NPC. То есть, все как в других играх от беседки. Я не говорю, что это плохо, просто прошу вас не ожидать. Там огромные миры, каждая планета больше Скайрима. Да, вот этого не будет, ребята, забудьте. Второе, о чем хотелось бы поговорить, постройка собственного корабля. Многим это кажется чем-то прям революционным. Типа, о, смотри, что хочешь, можешь строить, а потом на этом в космос лететь. Смотри, как классно, да? Презентации показывали, как они делают каких-то мехов там, да, и на них летают. Вот это вот все, конечно, крайне забавно, но, по-хорошему, это просто постройка передвижной базы. Строительство баз было и в Fallout 4, и в Fallout 76. Тут его, конечно, усовершенствовали и подогнали под игру, но ничего прям такого нового оно в себе не несет. Не думаю, что оно будет как-то кардинально на что-то влиять, но кроме того, как там выглядит ваш корабль, да, это не Space Engineers. Также меня смущает то, что в некоторых моментах игра уж слишком напоминает пресловутый No Man's Sky. Я про то, что вот тебе планета, вот на ней какие-то животные, и также минеральчики, чтобы их расщеплять, и, может, заодно Аманпостик тут построить, типа, базы своей. Ну да, графоний поинтереснее, но, по сути, примерно то же самое, что мы наблюдали с вами в No Man's Sky. И если No Man's Sky это чистая песочница, там, а-ля выживалочка, да, то тут мы все же хотим игру от Bethesda, с атмосферой, интересными событиями, квестами и каким-никаким сюжетом. Я надеюсь, что игра не будет душить нас сбором минералов и рысканием по пустым планетам. Что она не будет искусственно растягивать этим игровой процесс, однако, ну, всегда есть такой шанс. Насчет сюжета, кстати, я бы губу тоже не раскатывал. Не забывайте, что сюжет в играх Bethesda всегда очень был вторичен, он присутствовал, но, как бы, был очень линейный, не являлся никогда основной частью игрового процесса. Больше походил на еще один крупный квест у тебя в журнальчике. Лично у меня, как бы, к этому вообще никаких претензий нет, я с удовольствием прошел сюжетки из Карима и даже Фолоча, но, как говорится, прошел и забыл. Вот и тут я не ожидаю ничего сверхъестественного. Мы играем в игры Bethesda не ради сюжета все-таки. Боевая система. Если мы будем говорить про наземные бои с применением огнестрела, то все, да, выглядит очень достойно, такая усовершенствованная версия стрельбы из Фоллаута. Я думаю, что тут без консультации от ID Software не обошлось, они очень помогают Bethesda. А вот если мы говорим про космические бои, в их качестве я уже не так уверен. Выглядят они очень медленно и нединамично. Впрочем, тут опять же, если игра не будет ими душить прям, то ничего страшного в этом нет. Просто еще одна механика в копилку игры. Но если сражаться придется много, то надо бы, чтобы бои были увлекательные. Так что тут опять же я бы губу не раскатывал. Возможно, мы будем делать пару выстрелов, а потом просто брать корабль на бордаж, ибо так будет и проще, и приятнее. Ну и самое главное, я оставил на сладкое. Да, то, что беспокоит меня больше всего. Я, конечно же, говорю о техническом состоянии игры, особенно на момент релиза. Итак, что там в целом вообще по графике? Ну, в целом по графике все нормально. Игра не обладает какой-то уж очень выдающейся графой. Да, деревья в городах выглядят очень устаревшими, лица персонажей тоже довольно печальные. Но в целом графон производит впечатление хорошее, особенно для такой большой крупной игры. Но вы должны понимать, что Bethesda снова, да, опять использует свой проклятый апгрейднутый в десятый раз Creation Engine. Они насилуют этот движок уже несколько поколений. И я не жду, что внезапно тут они его проапгрейдили и отполировали так, что игра будет работать вообще без проблем. Кроме того, есть некоторые звоночки, которые на это намекают. Первый звоночек, конечно же, заявленное 30 фпс на консолях Xbox. Игра выходит на самой мощной консоли данного поколения. Но 60 фпс нас просят не ждать. Обосновывая это творческим выбором. Типа, ребята, ну мы не хотим, чтобы вы играли в слишком низком разрешении. Эта игра просто достойна самой лучшей графики, поэтому мы выбрали за вас графику получше и режим 30 фпс. Все будет зависеть. Вы же на консолях играете, что вы ждали-то? Ну а что же ей мешало сделать два режима? Качество и производительность, как это на PS5 во многих играх. А я вам скажу, что, собственно, производительность этой игры. И я не думаю, что проблемы с производительностью обойдут АПК. Игра всё-таки огромная, механик много, графика не самая сратая. А движок-то старый, хоть и проапгрейдженный. Я прошу вас вспомнить, что было на релизе Fallout 76. Сейчас-то его, конечно, допилили, и там всё отлично, но на релизе был адский трэш. И я совсем не уверен, что тут будет лучше. Великие ожидаторы могут возразить, сказав, что раньше беседка была сама по себе, а теперь её контролирует Microsoft. А я вам напомню, что Майке выпустили в этом году Redfall от Arkane, который был богучим, лагучим и скучным. Так что Майке это, к сожалению, не гарант качества. Более того, мне казалось, что игра подлагивала даже на презентации. Если они там допустили такое, то на релизе уж точно будет лагать. Вторит мне в моих сомнениях и квест-директор Cyberpunk 2077 Павел Саско, который говорит следующее. Я уверен в дизайне и в том, как игра спроектирована, но вот в техническом исполнении я сомневаюсь, начиная с визуальной части и заканчивая производительностью. Уж этот парень точно что-то в лагах на старте понимает. Подводя итог, я ещё расскажу, я сам очень жду эту игру, но давайте будем реалистами. Помните, что обычно в настоящее время мы имеем на релизе игры. Почти всегда это какой-то ранний доступ без раннего доступа. Почти все игры требуют допила. Это грустно, да, но таковы реалии. Кроме того, всегда держите в голове, это игра от Бефезды и от Тодда Говарда. Что все презентации, трейлеры и так далее, это маркетинг. Я не говорю, что игра будет плохой. Лично я уверен, что проведу в ней много часов. Но также я уверен, что игра будет вообще не идеальной и потребует допила после релиза. Возможно, и дай бог я ошибаюсь, тогда мы действительно получим революционную какую-то игру. Но если не ошибаюсь, то скорее всего мы просто получим хорошую игру от Бефезды, которую нужно будет допилить, в том числе и модами, как в общем-то всегда и было. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь еще раз на Твич обязательно, на Телегу тоже очень надо мне. Ребят, на Твиче очень мало народу, в Телеге мало народу. Буду очень сильно благодарен всем, если вы туда подпишетесь. Ну и, конечно же, пишите в комментариях, что вы думаете про Старфилд. Согласны ли вы со мной или нет в моих вот этих вот мыслях, да? И, ну, до встречи в следующем видео. На сегодня это все. С вами был Барадер, что 20 гигабайт. Жестких всем респектов. Йоу! Субтитры подогнал «Симон»!